В советское время шиховская фабрика гитар была известна на всю страну. В 2007 году она закрылась. Но уникальное ремесло осталось, которое хранится местными мастерами. Этих хранителей струнного дела в деревне Шихова осталось около десятка. Они работают в своих маленьких мастерских, применяя навыки, полученные от родителей. В 1921 году дед Николай Евдокимов организовал артель, где и работали все последующие поколения. Во время войны фабрика работала вовсю. И деду дали бронь, оставили женщины с одними. И вот они, женщины, трудились во время войны. Сами тролевали березу, сами ее пилили, сушили. Ну, каторжный труд такой женский был. Теперь он сам изготавливает гитары и балалайки, реставрирует раритетные инструменты. Вот эта гитара 1929 года. Вот она, красавица. Ну, это после реставрации моей я, конечно, ремонтировал. Струны новые, тут вообще не вовсе многое. К изготовлению каждого инструмента свой подход, свои секреты. Но главное в этом деле – правильно подобрать материалы, говорит мастер. Собираю, хожу, дома ломаю, там нахожу старые доски. Елка желательно на дыку старую ставить, потому что молодая, она вся белая и не звучит так, как положено, хоть и сухая. А вот та, которая простояла где-то там на какой-то пергородке, там на доме, вот из нее слой, главное слой подобрать, чтобы мелкий был. И возраст там есть, всякий у меня есть, до 100 лет есть. Для изготовления домр Алексей Симаков, мастер в пятом поколении, тоже использует особую древесину. Некоторая досталась ему от отца и деда. Материал Мирбау, заготовка пиливается, наклеится вот эта вот, ну вот эта прямая идет, здесь наклеивается пяточка. Это вот пока называется ручка, это еще не гриф. Домр и мастер делает по заказу производственного комбината музыкальных инструментов фонда Чайковского. Они предназначены для профессиональных музыкантов и истинных ценителей качества. Как и балалайки Дмитрия Кононова. Альт, бас, контрабас, прима – каждая имеет свой размер, свои детали, свое звучание. Толщина рассчитывается, как бы, исходя из того, для какого инструмента оно предназначается. Вот, допустим, клепки для балалайки Альт, для балалайки Прима. Они, в принципе, в одной и той же толщине, там, 2,5-3 мм. Для контрабаса 4-5 мм толщины. Детали соединяются, проклеиваются, потом обтачиваются, шлифуются, красятся в несколько слоев. И это лишь малая часть того, что нужно для создания любого инструмента. К сожалению, эти навыки сегодня почти не передаются. Для возрождения уникального промысла 17 и 18 июня в Звенигороде пройдет Шиховский фестиваль музыки и ремесел «Звенящая струна». Более подробно о мастерах и некоторых секретах изготовления инструментов смотрите в программе «Специальный репортаж». Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.